Время, когда на нас военных, бывают, очень косо смотрят в некоторых ситуациях. И вот однажды вскоре с оппонентами гражданскими пришлось написать такую песню. Вперед. Тесно, моей душе да будет тесно, честно, служили мы отчизне честно. Ну кто сказал, что мы пробойцы и убийцы, что прячем от людей свои лица? Что же, вы так не любите нас, что же? Боже, дай вам прозрение видеть тоже, что были же там, где людям больно, где кровь и горе, а вы с елочкой довольны нашей долей. Больно, когда вас бьют, вам очень больно. Но мы всегда идем навстречу вашей боли, мы подставляем свои плечи под вашу долю. Но мы всегда идем навстречу вашей боли, мы подставляем свои плечи под вашу долю. Сколько в России бед жестокий, сколько? Только... 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 Нет ни одной чужой нам, только... Но вот когда мы своей грудью вас защищаем, мы тоже плачем, люди, друзей теряяя... Но вот когда мы своей грудью вас защищаем, мы тоже плачем, люди, друзей теряяя... Если завтра война, то никто кроме нас, нам беда не беда, нам Москва не Россия. Если завтра война, то никто кроме нас не оставит свой след. Мир Чеченью не в земле, никого из них нет. Там, где нужен солдат, слава Богу, ждет мне в государственной друге. И тебе, и мне, и всех наших мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Трудно, книга очень важная, и за ее издание, конечно, огромное спасибо. Мы очень с каждого прошли, и они составили СОБР в Чечне, составили ОМОН в Чечне, оба штурма в Ростовом и другие события, и там, как нигде, проявляется человеческие качества, каждого, как они ели там. Там, это русскость, откровенно сказать, смелость, мужество, и там солдаты генерал-серва по-другому выполняют, значит, смелость. Это все подтвердит. Откровенно скажу, в самом издании слабо-назарности, из-за издания Киев, в последствии условий, конечно, генерал-серва Красноярского края, Виктор Санкт-Петербург, он сказал, что, ну и нужно признать, это все реализационные вопросы, все вопросы непосредственно к генерал-серва Санкт-Петербурга, в которой генерал-серва Красноярского края. И, словно, большую помощь и инициатор-палатный генерал-серва Красноярского края. Но пользуясь случаем, я преклоняюсь перед, ну, а в доме обливших, когда я сейчас здесь, может быть, к сожалению, некакому делу произведения, приходилось многих оповещать. И это, ну, лучшее доказательство. Очень приятно, что продолжают традиции сегодня. Ребята, которые служат дальше в этом направлении, мне нужно признать, что влечиться в таком направлении командования, в районе переспособлено ОМОН, региональное управление ФСБ России по Красноярскому краю. Сделаем все возможное для их влечения. На сегодняшний день у них, ребята, помогают здесь присутствовать. Закрепленный личный состав за семьи и подружки – это тоже очень важно. Сегодня, как никогда, мы понимаем слова предметной дискримизации, которые указаны. Среди недавно выразил ему лично, что главная национальная идея нашей страны – это патриотизм. Этот патриотизм, раз он закреплен, он закреплен в камне, который стоит на соборе, он закреплен в объединении, он закреплен в душах всех присутствующих из нас. Мы все здесь объединены, а то национальная идея – это любви крови и чувство патриотизма. В этом кругу никто не скажет, что это звучат слова «букварац». Ни в коем случае. Нужно признать, что буквально через некоторое время, в 19.40, в том числе будет у нас концерт «Очталканский ветер». Тут тоже некоторая созвучность, будет ли те поколения, которые участвовали, и будут в Великой Патриотизме, и в республике Арминска, и в Чеченской республике, и в республике других городов. Нужно отметить, что на мой взгляд, где, когда я стал книгами, светили, там ребята разные национальцы. Да, я уже это рассказываю, но они разные национальцы. И это говорит о том, что сегодня, как никогда, мы не можем понимать о национальном мире, о недопустимости междунациональных разъединений, и недопустимости сжиганий различных конфликтов, различных разъединений в этой части особенно. Потому что те события, которые сегодня оставили, мы уже возникли истории, что мы не хотим начать сжиганий. Я от всей души еще раз выражаю себя лично, я замените первую очередь, Я от всей души присутствую, можно сказать, слова искрения, благодарность, как Сергей Александрович, то есть, я имею в виду слова, мам, хотевшим, еще раз говорю, дом, хотевшим, любая. Все те, кто сегодня продолжают традиции, это, прежде всего, за этот труд, за это воспитание, за этот подвиг. Потому что подвиг ребят, которые там были, он созвучит подвигами тех людей, тех мам, тех друг. Принял участие со своими ребятами непосредственно в помощи в публикации этой книги. Стараться времени было очень мало, и мы, ветераны воеведейские, участники в этих событиях, во многом благодарны тем парням, которых сегодня с нами нет. Именно за них мы всегда поднимаем самый печальный, солдатский третий тост, что напоминает наших братишек, не вернувшихся в этой войне. Сегодня в книге памяти участников этих событий многое, и все служили в разных подразделениях, но всех нас объединяет, что мы граждане великой страны, которую мы обязаны освещать. И тоже сегодня мы продолжаем сохранять их память в наших сердцах, делая их бессмертными героями нашего времени. Мы будем продолжать сутить их память. Спасибо огромное всем, кто принял участие в этом благородном деле. И позвольте зачитать тихо дарения, которое, я тоже думаю, отразит сегодняшнее наше мероприятие. Кто знает, как горит земля, как руку за воздухи и надежды. И что словами сказать, уже не будем тем, тем прежде. Они обернули на войне, мы воевали, как умели. Нам надо помнить дальше жить за тех парней, что не успеют. Спасибо. А в конце книги есть библиография, непосредственно по имени можно найти конкретный материал. А в третьем, здесь... Здесь Митя Агиповича в защите Кападеевича тоже принимала участие в распределении. Очень плотная работа над этой книгой. Здравствуйте всем. Хочу сказать низкий поклон всем, кто принимал участие в создании этой книги. Мы со своей стороны, мамочки, вдовы, помогали как могли. Всеми материалами никто не отказался. В кратчайшие сроки приносили все, что у кого были материалы, фотографии, какие-то еще такие экспонаты. Все приносили. И я очень благодарна Юлию Викторовичу, потому что он в такой тесной связи с ним, вот перезванивает, что нужно помочь. Всегда я отвлекалась, и он отвлекался на мои просьбы. Эта книга для всех наших семей, знаете, как настольная книга. Наша жизнь посвящена памяти. Мы живем только для того, чтобы память о погибших наших близких, которые с честью ушли из этой жизни, выполнив боевой приказ, не отступили никуда. Вот ради этого мы и живем. И сегодня, и завтра будем жить только ради этого. Поэтому вот эта книга, она нужна нам и важна для детей наших, которые остались сиротами без отцов. Эта книга нам нужна еще и потому, что, вот как пишет здесь губернатор Виктор Александрович, необходимо как источник мудрости и силы и в настоящем, и в будущем. А у нас сейчас наши мамочки из дома очень активно включаются в проведение уроков мужества, уроков истории. Поэтому вот все, что можно почерпнуть, найти, вот в этой книге мы, конечно, найдем. Спасибо огромное всем и низкий поклон за эту книгу, очень важную, очень нужную книгу. И я думаю, что она и в школах нужна, очень. Поэтому мы постараемся, чтобы и в каждой школе, в библиотеке написать, она была, она очень важна. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Книга, великолепная книга, присвоит звание героя, и презентация проходила вот за этим столом. А я хотел бы сказать о другом, и на то, в тот период я возглавлял управление ФСК, и, ребята, вот я открыл страницу Константин Филиппов, он пришел про мне, при мне в отдел специального назначения, это был 9-й отдел, когда он назывался, 9-й отдел, сейчас родственник, и он создавался в этот период, и ребята уже начали воевать. Так, я хотел бы подчеркнуть, дорогие друзья, дорогие близкие, родные, товарищи офицеры, 94-й год, это вообще, говорили, мы помним, это страшный был период, но это было начало разгрома терроризма и борьбы с терроризмом, фактически. Вот в этих страшных и выносимых условиях, в которых находилась Россия, вооруженные силы, силы специального назначения, ну, дорогого стоит, что в эти страшные декабрьские дни 94-го года, январские 95-го, что делали наши солдаты. Действительно, я согласен с вами, это продолжатели героических подвигов, Великой Отечественной войны. Я хотел бы их напомнить, мы сегодня, вообще февраль месяц такой необычный, 2-го февраля мы отметили и отмечаем ежегодно 72-ю годовщину разгрома фашистов под Сталинградом. Вы знаете, где-то это сродни, не будем сравнивать, сродни, величайший подвиг под Сталинградом, когда начался разгром фашистских войск, по сути дела, после Сталинграда, с 94-го, затем 96-го и во вторую чеченскую кампанию, настоящий разгром террористов на Северном Капказе. И сегодня, к сожалению, как бы продолжается, здесь присутствует действующая, вижу, действующая сотрудника, как раз отдела специальных операций управления ФСП, в которой участвуют сотрудники нашей Красноярской полиции, ГУФСИНА, регулярно там бывают, нашим землякам. Спасибо всем. В 2005 году решился вопрос, ну помните, сложный период вопроса, когда у нас создалось гражданское сомнение Красноярского края. И одной из первых в эту организацию создалась палата ветеранов гражданской сомнение Красноярского края, куда вошли все ветеранские организации боевых действий, то есть пять подразделений, органов всех силовых структур, все-все, организации ветеранов граждан, конечно же, Краевой Совет ветеранов. Ветераны войны, труда, вооруженные силы, правоохранительные органы. И с этих пор мне хотелось бы отметить, выразить единственные слова благодарности. У нас как-то навладилось взаимоотношение с органами власти, исполнительной, законодательной, где мы совместно, где мы уже годно принимаем решения, это с участием губернатора, это и у предыдущих, и Александра Ивановича Попольна, и Кузнецова, и Виктора Саныча Толоконского. И поэтому, пользуясь моментом, разрешить его из казахистского и слава благодарности администрации края за поддержку ветеранского движения, ветеранам боевых действий. И, конечно, сегодняшняя дата, это одна из страничек, из своей работы, нашей совместной работы, по выкореченному памяти тех, кто нам дорог, кто нам близок, и чью память, о которой мы должны сберечь. Если говорить о книге, мы в 2015 году выпустили также свою книгу, но там мы выкоречены имена «Долг, память, честь». Ну, администрация края, мы видели ее, смотрели. Там, конечно, говорится о нашем мероприятии, которое мы провели, выкоречены имена сотрудников. Но здесь выкоречены имена всех тех, кто сегодня погиб. И это сегодня нас объединяет, поскольку сотрудники органов и силовые структуры, они всегда остаются, были. И вот, конечно, к сожалению, эта книга, наверное, число пополнено с 2014 года, погиб. Еще одна первая товарища с 5-го подразделения, это империан Николай Владимирович. Мне, конечно, сегодня выражить низкие слова благодарности используя вдову, дорогим нашим боевым подругам. Я буду здесь, как командиру Красноярского сутка. И я бы несколько хотел сказать моментов в этом поводу. Первое, здесь говорили уже, что мы несколько выполняемся перед материальными женами, павших за Родину. И мое глубокое мнение, и пережитое, и, наверное, мои коллеги, кто в Чечне, все присутствующие. Не хотелось бы видеть сегодня слезы. Хочу видеть слезы матерей и жен, провожавших солдат на Родину, а тем более встречающих своих погибших сыновей, отцов и так далее. Хотелось бы, чтобы это больше не повторялось. Молодого бойца Сергей Каргатов, сотрудник Федеральной службы безопасности, в памяти которого по инициативе управления в прошлом году был учрежден конкурс детского рисунка «Герой моего времени». И уже второй год подряд этот конкурс проводим мы у себя в Доме офицеров, пули поддержки управления Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю. И то, как дети изучают географию этого офицера, то, как они сопереживают его судьбе. Человек, который при исполнении боевого задания смог достойно занять место в нашей памяти, в нашей исторической памяти. И очень важно, чтобы такие книги появлялись в библиотеках, чтобы пролистывали эти страницы не только мы, кто сегодня здесь собрался, и родители, вдовы погибших ребят. Очень важно, чтобы эти книги пролистывали наше молодое поколение, потому что понятие исторической памяти – это очень важно. Это наше будущее, наше достойное будущее, это наша защита. Спасибо. Я считал фамилии погибших при службе вооруженных силах. В одном Ленинском районе, начиная с мерзких событий 1956 года, заканчивая погибшим, сгоревшим в погодном лодке в другой части, призывником в 2005 году, насчитал 56 человек. Я так думаю, если взять в каждом районе таких ребят, которые также счастье принесли военную военскую службу и погибли при исполнении своих служебных воинских обязанностей, то у нас получится еще третья книга памяти наших всех красноярских военнослужащих, которые даже вот здесь, в городе Красноярске, погибают при исполнении служебных обязанностей. Тем более у нас сейчас два года шла война на востоке Украины. Наши красноярские ребята тоже там выполняли пособие со своими интеракциональными документами и тоже ее погибли. Поэтому у меня такое предложение. На этой книге работу не заканчивается. Продолжать работу дальше, поисковую работу. И в другую третью сумму у нас был уже сумм всех отдавших в свою жизнь, мы стараемся, и в те же свои дела. И прибавка иллюминаторов в полете по пути припоминает список родов над крестами, где теряли бы ребят, и шипануя над бомбутом пролетая, у тебя, Серега, сын родился в мае стюардесса. Ничего не понимай, что ты спрашиваешь в третий раз подряд. Я б сказал ей, как горит БТР, когда грядки ведут ночи, как гроза. Я б сказал ей, как запущенных сфер В землю подойдет мужская слеза. Но я память обойду, как струну, и Наташке, как сестре, улыбнусь И скажу ей, только фразу одну, А я знаю эту землю на вкус. А я знаю эту землю на вкус.